Привет! В эфире Брифинг, программа, в которой мы коротко рассказываем о том, что сегодня обсуждает США. Меня зовут Яна Гринблот. Напоминаю, мы выходим в прямом эфире и будем рады вашим комментариям. Этот делень полон новостей. Промежуточные выборы, прошедшие в США вчера, привели к важнейшему результату. Республиканская партия утратила монополию на власть. Американские избиратели пришли на избирательные участки впервые после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Эти выборы многие, в том числе и сам президент, называли референдумом в отношении политики Трампа. Это благодаря вам. Завтра будет новый день в Америке. Демократы впервые за десятилетия получили контроль над Палатой представителей Конгресса, что позволит им ограничивать власть президента. Палата представителей серьезно изменится. Выборы выиграло рекордное число женщин, как минимум 101. С самого начала кампании я говорила, что изменения приходят в Америку. На протяжении всей избирательной кампании Дональд Трамп подчеркивал, что эти выборы – референдум его президентства. В смысле, что это я в избирательном бюллетене? Ныне его советники подчеркивают, что президент не имеет отношения к потере Нижней Палаты Конгресса. Многие консультанты, которые обогатились на этих выборах, теперь обвиняют президента. Но им стоит задуматься о том, что кандидаты и организации их кампаний имеют значение. Многие республиканские кандидаты в Штатах, где Трамп с большим отрывом победил два года назад, с трудом вырвали победу на этих выборах. Именно это произошло с сенатором Тедом Крузом, некогда боровшимся за президентство. Республиканцы увеличили представительство в Сенате, но демократы выиграли многие губернаторские выборы. Исход некоторых выборов еще неизвестен. Подсчет голосов продолжается. Палата представителей, несмотря на название, до сих пор не представляла некоторые демографические группы. Однако после прошедших выборов эта ситуация изменилась. Впервые в истории. Так начинались многие сообщения о победе на выборах в Палату представителей. Впервые и сразу две женщины из коренных народов Америки получили места в Палате представителей. Демократ Шарис Дэвис из Канзаса и демократ Деб Халленд из Нью-Мексико. Также сразу две женщины станут первыми мусульманками в Конгрессе. Демократ Рашид Атлайб из Мичигана и демократ Ильхан Амар из Миннесоты. Новый рекорд поставила демократ из Нью-Йорка 29-летняя Александра Аказио-Кортес, ставшая самой молодой женщиной, избранной в Палату представителей. Ее ровесница Эбби Финкенауэр, выигравший выбор в Айове, исполнится 30 в декабре. Интересный случай произошел в штате Невада. Там за место в Палате представителей штата боролся владелец борделя и участник реалити-шоу Деннис Хофф. Но после победы на праймерис он скоропостижно скончался. Однако смерть не помешала Деннису победить на выборах. Его имя не успели убрать из бюллетеня. И, наконец, впервые в истории выборы губернатора штата выиграл открытый гей. Губернатором штата Колорадо стал Джаред Полис, никогда не скрывавший свою сексуальную ориентацию. Миллионы американцев вчера устремились на участки голосования. Но что делать тем, у кого совершенно не было возможности туда добраться? Джулиан Филдс из городка Каного-Парк, неподалеку от Лос-Анджелеса, давно распланировал свой день на 6 ноября. Выбрав избирательный участок, он собирался его пустить, но жизнь распорядилась иначе. Авария, удар лоб в лоб. Это совсем не то, что кому-либо хотелось бы пережить, но оно случилось. Несмотря на серьезную травму и боль, Джулиан очень рад, что может участвовать в процессе принятия важнейших для страны решений. Вот ваш бюллетень. Спасибо большое. Волонтеры доставляют бюллетени тем, кто не рассчитывал, что проведет день выбора в госпитале. В подобных ситуациях в Калифорнии вплоть до самого дня голосования можно сообщить, что произошло, и вам помогут принять участие в выборах. Мы даем им полчаса, после чего придет курьер и заберет бюллетени. Джулиан и так собирался голосовать заочно, но его невеста не смогла найти форму для голосования, которую ему отправили по почте на домашний адрес. Однако ему повезло. Пациенты так счастливы, потому что далеко не все госпитали предоставляют такую возможность. Это так важно, чтобы в нашей стране у всех была возможность проголосовать. Я думаю, что с тем сумасшествием, которое происходит сейчас, каждый должен понимать, насколько их голос важен. Даже несмотря на то, что пока ему придется остаться на больничной койке, Джулиан очень рад, что его голос был услышан. Что могло стать причиной крушения Boeing 737 в Индонезии? Производитель сообщает о неполадках в системе датчиков, которые могут привести к пикированию авиасудна. Boeing 737 – самый быстро продаваемый самолет в истории. Но у последней версии одного из самых популярных самолетов в мире могут быть серьезные нарушения в бортовых системах. Boeing выпустил предупреждение для авиакомпаний. В нем говорится, что системная ошибка сенсоров может спровоцировать крутое пике. Эту модель самолета сегодня используют американские авиакомпании Southwest и American Airlines. Заявление компании Boeing вышло после крушения самолета в Джакарте. Самолет разбился через 13 минут после взлета, 189 человек погибли. Нет никаких причин полагать, что именно сенсор вызвал крушение. Однако, мог ли именно он сбить с толку пилотов? Группа, занимающаяся расследованием причин крушения, заявила, что согласно найденному черному ящику, на борту была другая проблема – с индикатором скорости. В заявлении Boeing не призывает к проверке самолетов или к ремонтным работам, но рекомендует авиакомпаниям внимательно изучать инструкции, чтобы пилоты знали, как себя вести в случае, если датчики становятся причиной внезапного крутого пике. Это происходит крайне редко. Экипажи проходят тренинги, чтобы знать, как справляться с такими ситуациями. Было ли именно это причиной крушения Lion Air? Адекватно ли среагировала команда пилотов? Дайверы продолжают поиски второго черного ящика – звукописца, который позволит приблизиться к разгадке крушения. И еще один выбор, не имеющий отношения к политике. Несколько городов США пытаются убедить компанию Amazon, что именно там должен быть размещен новый головной офис компании. Однако, ходят слухи, что интернет-гигант может разместить новый офис сразу в двух городах. По источникам агентства Reuters компания Amazon может выбрать сразу два города для новой штаб-квартиры. Претендентов было много, но среди финалистов остались Техасский Даллас, Лонг-Айленд-Сити в Нью-Йорке и Арлингтон в штате Вирджиния. Часть деятельности Amazon – это реклама. Если вокруг будет больше креативных людей, то это здорово. А Нью-Йорк как раз считается креативным городом. Вирджиния, если это будет Вирджиния, в конце концов, удобно расположена поблизости от правительственных ведомств. И если рассуждать на примере моей компании, то у нас головные офисы в Нью-Йорке и Париже. Присутствие в США – это хорошая возможность расти и развиваться. В компании Amazon отказались комментировать эту информацию. Впервые ее опубликовал Wall Street Journal. Самый большой в мире онлайн-магазин вызвал ажиотаж среди крупных городов США в сентябре 2017 года, когда заявила о намерении инвестировать 5 миллиардов долларов во вторую штаб-квартиру. Главной офис компании находится в Сиэтле. Открытие нового офиса позволит трудоустроить 50 тысяч человек. Спасибо, что были с нами на брифинге. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok